Что нам очень повезло, хотя мы как бы это везение сами себе устроили, у нас сегодня выходной день в комплексе, и мы не принимаем гостей, и принимаем только друзей Ларисы Ахмадеевой. И именно для вас мы остыли наши потрясающие, самые красивые залы. Если кто-то никогда не был у нас дома, впервые увидит наши парадные залы, очень красивые, да, это для того, чтобы вы увидели, в каком прекрасном месте вы оказались, в каком прекрасном месте оказался художник замечательный и ее произведение. Итак, сегодня мы открываем с вами выставку Ларисы Ахмадеевой, прекрасного художника, которая не похожа абсолютно ни на какого другого художника, с хорошим образованием, закончила Казанское художественное училище имени Фершина, как только мы говорим про Фершина, мы сразу думаем, ну, все, кто учился в этом училище, наверное, они все немножко что-то от Фершина взяли. Когда я Ларисе начинаю и говорю, что она похожа немножко на того или другого художника, она искренне обижается и правильно делает, потому что я говорю, ну, что-то есть у вас от Фершина, есть что-то у вас от Дега, она говорит, нет-нет, и правильно делает, потому что каждый художник неповторим, в каждом художнике есть искра гениальности, свойственная или характерная только для этого человека. Именно по этой причине мы ее и выбрали, и мы выбрали небольшое количество произведений из очень большого количества произведений, которые уже создала Лариса. Поэтому здесь вы увидите только ее тему «Валет-балет» и «Виды Петербурга» совсем немного. На самом деле у нее действительно очень много произведений, и я думаю, что мы с ней еще будем работать в дальнейшем и покажем еще другие ее работы. А она человек чрезвычайно творческий, и тут не имеет значения, является ли она членом союза художника, не является ли она членом союза художника. Она, слава Богу, является, но работоспособность ее удивительная. Она сегодня, мне бесконечно говорит, а можно, я думаю, попишу, попишу. Я говорю, нет, нельзя сегодня. Сегодня вы общаетесь с гостями, а вот в другие дни, пожалуйста, мы вернулись, прийти к нам и писать и наши интерьеры, и наш парк, и наш дворец. И все-таки говорить можно много, но, наверное, лучше не задерживать. Мне бы хотелось предоставить слово для открытия выставки заместителя директора Натальи Викторовны Мироновой. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие гости. Очень рада вас приеду здесь на встрече с Ларисой Ахмадеевой в рамках проекта «Современные художники России». Мне кажется, что название «Мелодия души» очень созвучна этому месту, потому что у этого места действительно и в душах мы выбирались любовью, и в росте существовали, и мне кажется, что все гости нашего дворца нам обогащаются душой, когда приходят сюда. Поэтому я очень хочу дать, чтобы ваша выставка, она развивала и обогащала современное русское существо. Успехов вам! У вас очень интересная картина, у вас свой стиль. Добро пожаловать! Наслаждайтесь! Спасибо! Спасибо! Ну, на этой немножко сложной структуре мне хотелось предоставить слово дирекции выставочной, экскурсионной и научно-просветительской деятельности Алексею Николаевичу Клобину. Он немножко расскажет о наших, о нашей такой бурной деятельности, экскурсионной, научно-просветительской выставочной, о всех делах, обслуживающих. На самом деле долго и много рассказывать я не буду, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Я хочу сделать такую небольшую справочку, да, как мы все эти годы работаем. В момент открытия комплекса надо отметить, что в 2006 годах проект Современные художники России у нас действует. Мы представляем площадки для современных художников. И у нас за это время были различные выставки картино-прикладного искусства, скультурный пластик, жилы, графики. Но вот, по-моему, темы скультурный пластик у нас еще нету. Не было. Не было. И естественно, что во время экскурсии мы рассказываем как и об истории Дворца, о его интерьерах, о коллекции Дворца и о современной жизни Дворца. И каждый раз после критика любой выставки задает вопрос, как связать тему Дворца с современным, с современным проектом, который у нас работал. Дворца, который у нас в 2008 году, а в 2006 году. Помимо того, что владелец стремленности на Дворца Дворца Дмитрия Константин Николаевич не только покровительствовал балетам и балеринам, тут есть более тесная тема. Она связана с коллекцией нашего Дворца, а именно с декоративно-прикладным, с декорационным театральным искусством. Поскольку у нас имеется работа таких знаменитых мир-искусников, как Наталья Гончарова, Иоанн Бакста, Александр Бенуа, эскизы заноза, костюмы, дубужинского зала. И прочих, и прочих, всех перечислять не будет таким образом. И даже тема, связанная с Константиновским и Дворцовым так или иначе, опять-таки, если это касается с темой современного художника, чьи работы вы можете видеть на площадке. Приходите к нам на экскурсии, знакомьтесь из художественной коллекции Дворца, с его интерьерами, но я не буду занимать долг ваше время и передаю слово, собственно, виновнице. Ну, Алексей Николаевич, мне не передал, виновница, виржества, но мне все-таки хочется, чтобы немножко еще о наших проектах вам рассказала заведующая, начальник научно-посвятительского отдела Илья Леонидовна Дорогие друзья, мы очень рады вас приветствовать в этот день. Слава Богу, хороший день, солнечный, встречный и не очень здоровый. Приходите к нам в гости, мы очень рады и очень здорово, что на открытии выставки у нас сегодня дети, потому что мы ждем не только взрослых, не только тех, кто интересуется искусством, любит его и вкладывает в свой талант развития современного искусства, а мы пытаемся его пока же, правда, собраны, все эти дети, большие возможности. Мы ждем родителей, мы ждем детей, мы ждем бабушек и дедушек. Скоро начнется учебный год, а вечер прибежит, мы не успеем с вами, это будет наше питерское короткое лето. Приходите по концертам, приходите к нам поиграть в квесты, в экспозиции, в госсовременное искусство, в залы, в ланца. У нас большие программы. Приходите послушать ваших детей здесь, в этом зале на концертах, потому что у нас музыкальная школа города проводит свои отчетные концерты в рамках проекта Константинский дворец сети. Приходите, мы будем рады вас видеть в государственной резиденции. Ну и что же, теперь, наверное, все-таки передаем славу, и там будет ложество. Я вас, Лариса, поздравляю с замечательной выставкой и, знаете, у нас очень важные события. Я очень рада, что вы, как творчество, пристали на этот дворец, и я очень рада, что вы действительно интересны, и я помню на душе, и спокойно, и радостно. И мне очень рада, что я встретила эти новые личности, которые продвижают наше искусство с обменами, просто вам, как бы, встретила новые олимпии, которые все задвижены, и от этого радость просто к тебе. Вау, мне... Значит, спасибо большое. И еще в лету получили? Да, я рада. Да, конечно, я всегда иду сам. Как бы ни было, еще буквально пару слов на то, что вы сейчас на площадке, видите, у нас действительно дворец не такой большой, и, как вы знаете, в первую очередь предназначен для государственного уровня мероприятия, да, поэтому мы не можем в больших залах делать экспозиции, или мы можем, скажем, один раз сделать, там, разом, на один день, не больше, поэтому у нас небольшая площадка, но у нас бывают гости абсолютно разные, вот это маленькие дети, там, взрослые, и из разных стран мира, поэтому произведение Ларисы увидят очень многие, уже увидели. Мы сегодня официально ее открыли на выступу, на самом деле мы ее сделали уже, когда-то, 14-го числа, и, как вы знаете, уже был экономический форум, уже были встречи главы нашего правительства, главы других государств, уже были разного рода другие события, поэтому здесь ее произведение уже видели очень многие люди разного уровня, вот, поэтому это большая задача для художника и для нас, что мы можем показывать творчество талантливых друзей. Должна сказать, что от каждого художника мы получаем даром писать про произведения, а кто-то главный выбирает, и тем самым пополняется наша коллекция, потому что в свое время те, кто были хозяевами нашего дворца, и Костяний Павлович, и Сергей Константин Николаевич, они все собирали произведения, и здесь их было много, они потом разошлись, взяла война, и у нас, к сожалению, ничего не осталось. Поэтому мы сейчас пополняем свою коллекцию, все знаете, что у нас есть прекрасная коллекция Растафонича Мишневская, мы ее показываем в экскурсиях, у нас есть много разных других произведений, и плюс произведения современных художников, поэтому вот мы создаем свою коллекцию, и очень этим гордимся. Лариса, успеху вам, надеюсь, программу продолжим, а дальше программу объявляю вам. Вы, пожалуйста, посмотрите произведения, Лариса, вот на площадке, парадных залами, площадке выше, площадке ниже, потом вниз Лариса вас пригласит на фуршет, а, наверное, ах, да, да, извините, наверное, тогда давайте сначала, извините, все-таки было правильно, сначала музыкальная у нас чать, но тут я снова передаю Ларисе, что Лариса вас объявит, потому что она вас лучше знает, да, Лариса? Лариса, музыкальный голоситель, театр, рекордная опера, пела Лодина, и как я лично вас искала. Дорогие друзья, я хочу Ларису поздравить, я просто счастлива, что мы сегодня на открытии этой выставке, с которым мы с Ларисой познакомились на просторах интернета, и вы знаете, в группе все время люди между собой выясняют отношения на предмет, кто истинный Петербурз. Со мной нет, ну и люди, которые здесь родились, они себя считают истинными, кто приехал. Нет, я родилась в Петербурге, и в десяток столетий не Петербурз. Но я совершенно, откровенно могу сказать, что Лариса, она в моем сердце и в моей душе, это истинный Петербурз. То есть, когда я увидела ее работы сначала в интернете, да, увидела эти милые сердца, ну, из-за жертв города нашего, который действительно, ты понимаешь, что написал человек, который в этом городе уже родной, который действительно настоящий Петербург. Человек, который рисует петербургский балет, ведь он рисует и то, как репетирует и танцует вот эти маленькие, будущие наши звездные, и то, как танцуют великие наши соотечественники, да, которые танцуют сегодня в Мариинском театре Михайловском, я поняла, что этот человек, с которым надо дружить обязательно, человек, которого я всем сердцем приняла и для которого мне хотелось сделать вот какой-то такой тоже музыкальный подарок, тем более, что экспозиция называется «Мелодия души». Я в этот момент привезла с собой нашего пессолиста, это Тена, ну, ряд международных подпасов Сергей Баганюрский. Наш театр называется «Днедворный опер», но мы ставим спектакли, которые славили тогда-то при дворе наших императоров, князей, то есть это раритетная такая музыка, да, поэтому здесь это, кстати. И мы покажем три номера музыкальных небольших, один из них и спектакли «Отель Беселого наук», это баллада XIV века, которую пели французские «Днедворный сад», это звучит только в нашем театре, и где больше, называется она «Меньон», пойдем осмотрим «Розовый сад». И после этого еще два более современного произведения, которые вы прекрасно знаете. Итак, солист театра «Днедворной оперы» Сергей Баганюрский. «Днедворной оперы» Сергей Баганюрский. «Днедворной оперы» Сергей Баганюрский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 КОНЕЦ 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 Я очень рад, чтобы мы здесь принадлежали вам свои танцы, которые мы работаем, что появится.